Один глаз за то, какой зоркий имприставы Шуйского районного отдела осваивают новинку – комплексную систему идентификации транспортных средств. Камера привязана к базе данных исполнительных производств, то есть из всех автомобилистов система распознает именно должников. Камеры специальные программные обеспечения позволяют в режиме онлайн проводить идентификацию транспортных средств по имеющимся базам данных, в которых включены исследования обо всех находящихся на принудительном исполнении исполнительных производствах. В том числе данные о должниках, уклоняющихся от уплаты элементов и от уплаты штрафов, наложенных специальными уполномоченными органами, в том числе органами госавтоинспекции. Система распознает, а пристав сообщает по рации сотрудникам ГИБДД номер машины, которую необходимо остановить. Если за рулем владелец авто, то долг можно погасить на месте. Многие так и сделали. Штраф ГИБДД – это полторы тысячи рублей, то есть несколько штрафов по 500 рублей, налог 3 с лишним тысячи рублей. То есть вот такие. Если задолженность большая, погасить ее на месте нечем, то приставы могут наложить арест на автомобиль. Как в данной ситуации. Мужчина и не отрицает. После аварии суд постановил выплатить взыскателю 60 тысяч рублей. А вот как это сделать, никто не объяснил. Реквизиты не дали. Узыскатель должен предоставить реквизиты в суд. И нам уже нет ничего. Вы можете понять, что нет ничего. У меня через результат вот выпало. Меня присудили. А что присудили? Куда выплачивают? На улицу взять и выкинуть, что ли? Завтра придется, возьмем реквизиты. У владельца этой иномарки есть 10 дней на то, чтобы узнать реквизиты и погасить долг. В противном случае автомобиль будет передан на реализацию. И пока машину оставят хозяину на ответственное хранение. К слову, в Шуе должник сидит за рулем каждого 25-го автомобиля. Есть, конечно, погрешность, но в целом картина выглядит именно так. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуя.